Переименованный и реорганизованный в этом году столичный академический музыкальный театр поставил свой первый большой спектакль. Его премьера будет завтра. Аперетта «Севастопольский вальс» приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Почти 18 лет назад она уже шла на сцене Музтеатра. Очередное ее прочтение изобилует сюрпризами. Перед тем, как попасть в зал, зрители увидят небольшую выставку. Здесь то, что сохранилось со времен первой постановки «Севастопольского вальса» нашим музыкальным театром. На афише 70-х написано не оперетта, а музыкально-героическая комедия. Тогда «Севастопольский вальс» ставили во многих театрах. Но только здесь, в Крыму, он стал спектаклем-долгожителем. Шел на сцене 20 лет. Почти через столько же теперь возродился в новом составе. Три месяца репетиций, просмотр сотен пленок с хроникой и кинофильмами об эпохе 50-х. Так появилось почти 100 костюмов. Потом были поездки на Инкерманские высоты. Ведь именно на них происходит первое действие. Теперь уже героической оперетты. Все это помогло сделать новое обрамление к уже известному музыкальному произведению. Хотелось сделать такую прямо вот открытку. Открытка на память. Чтобы любой человек, который пришел в зал, даже если он никогда в жизни не был в «Севастополе», чтобы он его узнал и запомнил. И потом, приехав в город, он его узнавал. Другим отличием от уже старой постановки театра стал основательный подход к музыке. Удалось найти и воссоздать в оригинале авторскую партитуру Константина Листова. Проще говоря, никакой аранжировки делать не стали. Два с половиной часа зритель будет наслаждаться классической советской опереттой. Авторы которой, кстати, когда-то сами прошли нелегкий путь военных моряков. Зритель будет перенесен дважды. Сначала в атмосферу вот этих тяжелых лет, военных лет. 1942 год. Германские высоты, осада Севастополя. И второе действие – это воссоздание вот той прекрасной атмосферы послевоенных лет, атмосферы праздника. И, кроме того, конечно, атмосфера очень больших, сложных проблем, с которыми столкнулись ветераны, которые прошли тяжелый путь военных лет. Что о сюжете, то в нем тоже все как прежде. После героической обороны 1942 года на Инкерманских высотах зритель увидит мирный Севастополь, где снова встретятся главные герои – Любаша и лейтенант Дмитрий Аверин. Кстати, ведущие роли доверили молодым актерам Музтеатра – Владимиру Кудрявцеву и Юлии Денисенко. А вот во втором составе обаятельного лейтенанта играет актер, который был задействован в той самой первой постановке. Это хорошо известный крымским театралом народный артист Украины Валерий Карпов. Ради такого случая ему даже пришлось поменять цвет волос. В паре с ним на сцену выйдет еще одна молодая актриса – Дарья Каларш. Яркую, добрую и жизнерадостную оперету о любви в скором времени увидят в Керчи, а осенью планируются гастроли в Москву, где постановку покажут в Театре Российской Армии. А в Симферополе «Севастопольский вальс» пройдет 8 и 17 мая. Кстати, все билеты уже раскуплены. Светлана Квитко, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ.